Минтруд России сообщил, что материнский капитал с учетом фактической инфляции вырастет на 8,4%. Выплата на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей и 693 тысячи на второго, при условии, что семья не получала денег после рождения первого. Если маткапитал был получен ранее, за второго ребенка семье доплатят 168,5 тысячи рублей. На 8,6% вырастут выплаты для пенсионеров. Как только изменения вступят в силу, средний размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля. Подавать дополнительных заявлений для перерасчета не потребуется. После принятия закона разница должна быть начислена ПФР автоматически вместе со следующей выплатой. Владельцы банковских вкладов, общая сумма которых составляет более 1 миллиона рублей, с февраля впервые должны будут заплатить налог. Напомню, что документ вступил в силу еще в прошлом году. Но поправки, касающиеся налогообложения, начнут действовать сейчас. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, платить придется тем, у кого имеется прибыль с различных банковских депозитов. Для этого банки должны будут передать информацию по своим вкладчикам в налоговую. Также с 1 февраля малый и средний бизнес, самозанятые те, кто планирует открыть свое дело, смогут получить поддержку на базе цифровой платформы малого и среднего предпринимательства. Новый сервис адресно подберет меры поддержки бизнесменам. Кроме того, здесь удастся получить услуги, необходимые на разных этапах развития своего дела. Вся работа будет идти дистанционно. Нужная информация проходит через систему межведомственного электронного взаимодействия. Россияне с просроченными платежами получат право сохранить ежемесячный доход не ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан. В 2022 году он составляет 13 793 рубля. По новому закону банки не смогут списать эти деньги. Более того, если у должника есть иждивенцы, неприкасаемую сумму можно увеличить. Чтобы сохранить эти средства, достаточно написать заявление в Федеральную службу судебных приставов с указанием счета, на котором необходимо оставить прожиточный минимум. Алина Высоцкая, Дон-24, Ростов-на-Дону.